Бильд выпустил резонансный материал, что якобы по слитым секретным документам бондисвера немцы недовольны, что, мол, украинцы наступают ограниченными мобильными группами, то здесь снова появляется эта история с мобильными группами, вместо того, чтобы собрать все, что есть, и толпой попереть механизированными соединениями на минные поля и втуры, и в одночасье слить всю эту технику и оружие. К сожалению, западные СМИ стали такими же пропагандистами, как российские, которые исполняют заказ различных своих политических религий. У этих людей вообще совесть есть или как? Я билдом и билдом. Спесь западных аналитиков иногда удручает. От Украины требуют порой не просто большего, а того, что находится за гранью понимания, что такое современное поле боя. Последняя война такого масштаба, как сегодня, это война судного дня. Только она случилась 50 лет назад. Никакие иные войны и близко не стоят по масштабу, разве что только ирано-иракская. Но там были примерно равные армии, как по численности, так и в плане технического оснащения. И сейчас этой самой большой войной-то уже попахивает? Война судного дня похожа на войну в Украине тем, что армия Израиля противостояла более многочисленному и более технически оснащенному врагу. А из-за передовых систем ЗРК, которые были у Египта и Сирии, израильская армия сдерживала вражеские натиски и контратаковала на первом этапе войны, не обладая превосходством в воздухе. Причем самая первая масштабная танковая контратака израильтян закончилась крахом. Первое и последнее, что кардинально разнит эти войны – временные рамки. Война судного дня была относительно скоротечной. Но у Израиля была и война на истощение, которая длилась три года и во многом обладала характеристиками сегодняшней войны. Это и артиллерийские дуэли, и рейды пехоты, и использование авиации и танков, и ощутимые потери. Разница только в том, что фронт был статичен. Но война на истощение была еще раньше, нежели война судного дня. То есть вот уже полвека никто не вел конвенциональные войны такого масштаба. Просто нет опыта. Война за Россию! Матушка! Вообще, за эти 50 лет средства связи, обнаружения, всякие сенсоры и прочее настолько изменились и шагнули вперед, что многое из того опыта уже банально не актуально. Та самая война судного дня была и первой войной, где относительно масштабно использовали БЭПЛА. Ну как масштабно? Несколько десятков вылетов разведывательных БЭПЛА за всю войну. Ополченцы не покидают своих позиций. Накануне они сбили разведывательный беспилотник. По некоторым данным, такие дроны могут нести до полутонны взрывчат. Все катера противника уничтожены. Летают дроны над Москвой. Грохот просто. Сегодня БЭПЛА делают десятки, а порой и сотни вылетов в день. А суммарно по фронту их тысячи. А как точно и наиболее оптимально использовать эти БЭПЛА, никто не знает. На уровне взвода? Роты? Батальона? Автономно или нет? Делать ставку на FPV или нет? Нет, а что делать, когда нелетная погода? А как же РЭП? И таких вопросов бесконечное количество. Прозвучит смешно, но идея-то понятна. А когда мы сможем, как Карлосоны, практически летать? В скором времени. Дроны сегодня напоминают танки в начале своего появления. Оно вроде и грозно, и едет, и стреляет. И где-то даже помогает прорвать оборонительные позиции врага. Но черт ногу сломит, как их развивать дальше. Да, сэр, это сложно сказать. Я ни хрена не понимаю. Создавать целые танковые дивизии или передать танки пехоте? Делать ставку на тяжелые танки или на легкие и быстрые? Танк – это оружие поддержки или прорыва? Мы вот вдвоем с танком Абрамс Икс сегодня слушали дедушку. Вообще, я не понимаю, что сейчас с дедушкой происходит. Вот сейчас можно сказать, что этот Т-90 «Прорыв» – лучший танк в мире. Он как-то на композицию выходит. Все. Там некому ничего делать. Дальше, точнее, и защищенность выше. Вот на экране Абрамс Икс просто со всеми современными технологиями. Просто все в нем. Это реально айфон в мире танков. И какой-то дедушка там в России думает, что танк Т-90, то есть 90-го года выпуска, лучше вот этого танка, современного американского танка. Это вот что с дедушкой, я не понимаю сейчас. Вот посмотрите, сколько видео просто этого Т-90 «Прорыва» в хлам разбитого украинцами. Что с дедушкой? Дополнительные средства потребовались и на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружения. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения. Владимир Владимирович, заткнись просто, молчи лучше. И нам не будет за тебя стыдно, и за то, что в нашей стране такой президент. И враг не будет изгаляться. Вот такими вопросами мучили себя военные мужи сотню лет назад, пока немцы не придумали наилучшую и наиэффективнейшую тактику и концепцию применения танков для того времени. С дронами происходит сегодня то же самое. Бепла летают и помогают бойцам, но как именно использовать это старое новое оружие наиболее оптимальным образом, никто не знает. Все на этой войне делается впервые. Такого не было никогда. Эта война не война призраков прошлого. Хотя ее постоянно пытаются отнести чуть ли не к Первой мировой с ее окопами. Эта война поднимает уйму вопросов, на которые пока нет ответов. Неверно оценивать эту войну, упрекая украинцев в том, что у них, например, не всегда удается общевойсковой бой. Может, стоит посмотреть на эти вещи иначе? Например, а почему им удаются другие аспекты? Например, контрбатарейная борьба. Может, в том числе и благодаря новому царству вездесущих дронов? Тут целую армию сформировали, которые по своим характеристикам, они даже во всех этих рейтингах ставили чуть ли не одной сильнейшей армии Европы. Даже турок обидели, которые считали, что они... Украинцы? И в силу того, что использование дронов в таких масштабах еще никем не осмысленно, поэтому и непонятно, когда что-то где-то, пусть и вопреки, но получается. Быть может, вместо того, чтобы искать у украинских защитников изъяны, стоит обращать внимание на те аспекты, которые еще до конца не осмыслены, но все равно работают, обращать внимание именно на них и пытаться усилить именно их, тем самым придавая украинским солдатам уверенность в их борьбе. Утверждается, что роем беспилотников еще никто не научился управлять. Ну, то есть, допустим, тысяча беспилотников. Каждый из них несет на себе некий боезаряд. И вот они летят в определенное место, в определенный город, на линию нашей обороны, на скопление нашей техники. Возможно это или нет? Говорят, что это пока невозможно. Меня всегда в таких случаях пугает слово «пока». Каждый раз, когда всякие журналисты начинают говорить о новом виде войны, о гибридной войне, об электронной войне, они становятся одержимы этой идеей. Они забывают о пехоте, артиллерии и бронетехнике. Мне столько лет, что я лично участвовал в такой войне. У меня была винтовка, и я стрелял в противника. Я видел танки, идущие на меня, и разрывы артиллерийских снарядов вокруг меня. Так что я знаю, что такое война. А Герасимов понятия не имеет. Он был в своем фантастическом мире ультрасовременной войны, кибервойны и так далее. Пригожин узнал, что такое война. Он был недоволен тем, что Путин не понимает, что нужно отправлять этих людей в отставку и набирать новых офицеров. До тех пор, пока вы не найдете людей, которые действительно могут воевать. Герасимов явно слишком умен, чтобы быть командующим вооруженными силами. Герасимову надо писать научно-фантастические рассказы о какой-то войне будущего, потому что его план был футуристическим. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова